Здравствуйте! В эфире программа «Буду здоров!» с вами Мария Рудая. Сегодня мы вместе с врачами М-клиник расскажем вам об аппаратных методах лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Одна из аппаратных методик, которую используют в М-клиник, это прессотерапия. За счет лимфодренажного массажа из организма вводится лишняя жидкость. Это хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему. Происходит профилактика застойных явлений, улучшается отток крови от конечностей к сердцу. А самое главное – улучшается обмен веществ. Еще один крайне эффективный метод – внутривенная лазерная терапия – матрикс-влог. Здесь происходит внутривенное облучение крови, за счет чего кровь разжижается, снижается уровень холестерина, укрепляются стенки сосудов и разбиваются тромбы. Аппарат нейростимуляции работает на расслабление мышц позвоночного каркаса, а миостимуляция стимулирует и сокращает мышцы, то есть прорабатывает их. Через электроды подаются импульсы, человек ощущает легкий ток. Но прежде чем назначить аппаратные методики лечения, врачи М-клиник проведут полное обследование пациента для того, чтобы исключить противопоказания. Ведь главному правилу медицины – ненавредим, здесь следует неукоснительно. Мы выявляем проблему, доносим его до пациента, создаем у него предрасположенность к лечению, к тому, чтобы он наблюдал сам за своим здоровьем. И вот если, я еще раз говорю, что когда врач и пациент находят общий язык, риск значительно снижается. Что я хочу сказать, что всегда мы начинаем все-таки с медикаментозной терапии. Это обязательно. Нет таких, каких-то методик, которые бы исключили. Таково на настоящий момент состояние медицинской науки. Именно постоянная, именно дисциплина здесь должна быть. В приеме препаратов, в соблюдении диеты, отказ от вредных привычек. Еще раз подчеркиваю. Тогда мы достигнем какого-то результата. Диагностиковым клиникам проходит на самом современном оборудовании. Даже электрокардиограмму здесь делают расширенную. Также и с анализами. Все это дает возможность более точно поставить диагноз, а значит начать своевременное лечение. В нашей клинике мы проводим общий анализ крови, биохимический анализ крови, электрокардиограммы. То есть у нас есть расширенная диагностика, где пациенты узнают о своих тех заболеваниях, которые даже не знают. Пациенты часто поступают с высоким холестерином. То есть это расклероз является одним из главных факторов развития инфаркта миокарда. То есть когда атеросклеротическая бляшка может перекрывать просвет сосудов и развивается устрый ишемический приступ. То есть это инфаркт миокарда, может быть это инсульт развиться в том числе. Мы нормализуем уровень холестерина. Это и назначение такое медвлечение, как внутривенно-лазерное облучение крови, которое приносит хорошие результаты. То есть нормализуются биологические свойства крови, снижается уровень холестерина. Также и пациентам, если высокие цифры, допустим, у нас есть врач-диетолог, который нормализует, то есть рассказывает о том, как правильно питаться, какие продукты нужно исключить, какие добавить. Плюс различные медикаменты в том числе. Потому что не всегда можно добиться только, допустим, диета и физиолечения в снижении уровня холестерина. То есть мы как бы комплексно подходим к этому, к такой проблеме. Сохранить здоровье, продлить жизнь и предотвратить новые заболевания – вот главная цель работы врачей в М-клиник. Напомним, здесь принимают такие специалисты, как травматологи-ортопеды, невролог, остеопракт, терапевт, мануальный терапевт, массажист, эндокринолог. По словам главного врача, здоровье каждого человека в его собственных руках. И только от нас зависит, как мы будем жить в будущем и достигнем ли долголетия. Достичь просто долголетия – это еще не все. Достичь определенного качества жизни – вот какая у нас задача. То есть долголетие, оно может быть разное. Я всегда говорю, что можно гулять с внуками, сажать цветы, внуков водить на рыбалку, получать театры, посещать выставки, вести активный образ жизни, как у любого нормального пенсионера. Можно проводить и это долголетие, и в памперсах. Вот человек сам выбирает, какой он предпочитает. Вот я всегда это говорю, для того, чтобы убедить пациентов именно в правильном образе жизни. В следующей программе «Буду здоров» мы расскажем вам о методах борьбы с лишним весом в МКлиник. Здесь работает врач-диетолог и как при лечении самых разных заболеваний используют аппаратные методики. Это важная часть работы клиники. Здесь больше борются не за стройную фигуру, хотя это является приятным дополнением. А за сохранение здоровья, ведь лишний вес – это нагрузка на сердце, повышенное давление и фактор риска развития сахарного диабета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова